Всем здравствуйте! Сегодня мы начинаем уже 19-й урок. Постепенно мы ближимся к завершению. У нас сегодня такая достаточно интересная тема, которую мы не совсем прям любим, но тем не менее войти ее нельзя. Сегодня будем разбирать узор цветочков и коснемся ландышей, нутов, бубышек, в общем, кто как их называет. В общем, Ирина Михайловна, вам слово. Начинайте! Мы рады приветствовать всех, кто заинтересовался вязанием Оренбургского платка. Мы продолжаем рассматривать узоры, которые чаще всего встречаются у наших вязальщиц. Но сегодня мы хотим поговорить о том, что часто на рынке встречаются вот такие рисунки с бубышечками, как мы их называем. Бубышки, нуты, кто как называет их. Я специально сегодня приготовила палантин. Посмотрите, чтобы обратить внимание. Ирина Михайловна, можно прямо одну минуту? А мы разве не будем с цветочками начинать рисунок. Нет, я хотела сказать, о чем мы сегодня поговорим. Хорошо. Вот мы поговорим сегодня с вами об этих вот маленьких, ну, кто их называет, нуты, бубышечки, кто как... Вот эта технология, как они вяжутся, мы обязательно покажем. Где часто применяется, но в основном это палантины. Палантины и вот этот элемент ландыша называется. Сегодня будет время, мы обязательно на нем остановимся. Ну, и начинаем с того, что будем делать хотя бы ландыши. Мы взяли палантиночку, ой, палантинчик, связали это домашнее задание, рассчитали, связали. И вот поговорим об этих вот, об этом элементе, вот, об этом узоре ландыши. Хотя, Владимир, приготовила схему и покажет, как вязать. Мы, конечно, в своих работах редко используем этот элемент. Но так как время меняется, течет, рынок диктывает свои, так сказать, условия, часто бывает, что... Ну, это не плохо, красиво, как... На самом деле, это тот элемент, который нетрадиционный, мы его не любим и не особо признаем. Но, к сожалению, он к нам пришел, он относительно укрепился. Возможно, это веяние времени, и дай бог, если он уйдет, вот. Но иногда, в целом, платок действительно смотрится выигрышно. Но, опять же, какие у него основные минусы? Он немного вредит самому принципу Оренбургской паутинки, даже скорее так. Потому что паутинка с нутами, она через кольцо уже не пройдет. Ну, либо должна быть очень хорошо спрятена, а таких сейчас, к сожалению, не так много. Поэтому все-таки она претит основным принципом Оренбургского пухового платка, Оренбургской ажурной паутинки. Поэтому все-таки для нас этот элемент немножко чуждый, но так как он уже достаточно сильно въелся в традицию... Да, нам дают вопросы, и мы не можем на него не ответить. Но сегодня поговорим об этих ландышах. Немного времени посвятим и цветочку. Вот ландыш. Мы не растягивали паутинку, понятное дело, что... Ой, палантин. Понятное дело, что он будет смотреться, да. Они бывают, вот эти ландыши, они бывают разного размера и разной формы. Вот даже здесь, посмотрите. Здесь, вот видите, какой внешний. Вот они, вот эти ландыши, поговори. Они бывают в одну сторону направленную, в другую сторону, да. Могут быть две стороны. Вот здесь вот, давайте посмотрим, вот две, хотя вывезла. В две стороны, вот в две стороны развела. Хотя Вадим, у нас тут присоединилась к нашей компании дружной. То есть можно и в лево, и вправо, можно как в веточки. Можно в одну сторону, вот их, можно в эту сторону, как бы хочешь. Бывает так, что как бы две веточки еще здесь запускают ягодки, и прям получается как букетик. То есть фантазия вязальщицы здесь, пожалуйста, на любой вкус. Вот таким вот тут, да. Ну вот, нам бы сейчас поговорим, как их делать, и сколько петель набирать. Вот этот элемент, просто вот этот один один. Здесь вот связано, вот обратите, здесь их пять, а вот здесь их три. Вот вязальщица здесь вязала, она через ряд вязала. Да, она через ряд. Вот на третий, вот, а на три связала. Можно на каждые пять. Ну, кто как хочет. Да, кому как нравится. Легче, конечно, три вязать, потому что поменьше. Потому что соединять их потом на иголку. Можно пять. А можно, кто захочет и больше, хочешь тому. Хоть сорок. Ну, нам самый главный принцип. Да, принцип. Нам надо показать, где вот поворачивать, и как вот получается, что оно идет. Это вроде как осорядка, а не косорядка. Вот у нее связано вот это вот тоже нутами. Ну, нутами можно связать все, что угодно. Потому что нуты, на каждую петлю можно вывязать нуту. Это не наши. Татьяна, я все-таки правильно понимаю, что это скорее не вязание, а это скорее вышивка какая-то определенная сверху. Ну, это вязание иголками, ну, в принципе, да. Почти, что как бы, скажи, как вы. Ну, а на это просто способ вязания, ну да, он как вышивка получается. Смотрится, наматывается. Ну, что показываешь. За счет утолщения петли. Просто тут скорее не расчет, я так понимаю, а скорее какая-то, ну, просто сверху что-то, что-то сверху, ну, такой новодел, скажем. Не столько математика, сколько... Ну, как, математика тоже, наверное, необходимая, но не в том объеме. Математика, конечно, должна схему этой вот нарисовать, чтобы она вывязалась по нее. А вообще, конечно, ну, это же вот скандинавская, и чья она там? Ну, вроде как, эстонская. Эстонская. Ну, они так вот вяжут, ну, им нравится, пусть вяжут. В общем, мы с вами в одном русле думаем. Мы, конечно, наши, где накид используется, конечно, ажур красивее. Это ажур, а это не ажур. Это рисунок, но это не ажур. А наш ажур, у него дырочки все это, вот, смотри. Конечно, где-то, вот, где оттенить можно, вот, используется, вот здесь вот. Здесь вот лишнего ничего нету. Она просто вот сделала вот эти вот двухоттенки, сделала вот нутыми. Ну, красиво, да? Их мало тут и красиво. А когда очень много, то это уже как-то режет глаз. Это на вкус. Ну, сейчас это тоже мне нравится. Да, здесь вот хорошо, смотри. Вот нутыми. Да, он, ну, здесь мало вот. Вот ландыш сам. Вот, кстати, ландыш здесь. Я говорю, хоть пять, хоть три, хоть, может, еще больше. Видите, какие большие ландыши здесь? Ну, он не украшает серединку этот ландыш, по крайней мере. Мне не нравится. Ну, если нравится, не нравится. Да, оно есть. И мы о нем сейчас поговорим. Татьяна Владимировна, начинай, давайте, показываем ландыш, Начинаем с 25, как вот мы. А я не буду, у меня есть вот газ. Давай, давайте. Опа. Третья с волками. Ну, вот эти, да? Ну, я могу на время дать вот эту. И не могу, мне и своя. Ну, посмотри, как я хорошая. Давай. Быстро вы уговорились. Светлана еще спрашивает про узор ромбиков из мышиного следа. Давайте, может, пока ответим. Есть ли название ромбиков из мышиного следа? Ромбики из четырех следов? Ну, я так понимаю, мышиный след, он есть мышиный след. Из чего свяжено? Связано он из того-нибудь цвет. Хочешь, из сот вяжи. Хочешь, из пшенки вяжи. Хочешь, из чего-то. Я понимаю, что кошачья лапка, мышиный след. Это сам, вот, рисунок. Цветочком мы, вот, это сам рисунок. А уж чем ты его вывяжешь, это твое личное дело. Ну, я так понимаю. Ну, да, можно сделать. Я понимаю, что мышиный след – это рисунок из четырех. А вот чем ты его будешь вязать, это твои проблемы. Можешь горохом, можешь все, ты можешь просто в шерохе сделать. Я вот вывязываю, четыре вывязываю крайние, потом делаю за две без всякого накида. Просто за две берем, взяли за две и вяжем следом шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть петель, стоки, простых, шесть петель. Вот, за две берем, и шесть петель, и еще шесть не даем. Делаем накид и вяжем до конца. За две накид? Нет, накид. Ты за две там взяла, начальник. Все, 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 все. Теперь я поняла, для чего мы здесь сделали. Ну, вот я здесь могу, ну, ладно, могу здесь вторую вот сделать. А вторую через сколько? Так, вторую. Если мы накид сделали у нас вот здесь, ну, вторую через четыре от накида делай. За две берем, потом шесть. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, вот, нет, не выйдет у нас по нашим петельсам. Не выйдет, если двадцать петель. У меня двадцать шесть, видите? Выйдет. Потом простая. Потом обратную, да, нормальную, простую, верю. Ну, вряд ли выйдет, Таня. Выйдет. Ну, я вот правильно, не четыре провязала, правильно? Четыре провязала, накид, зад, беседу. Не накид, зад, две. Четыре провязала, зад, две. Тебе говорю, четыре провязала и две вместе берешь. Просто накид, накида не надо. Не надо. Вот он у тебя потом будет, через шесть петель, накид. В чем и проблема, что здесь вот веточка, она идет, склоняется. Значит, ты через четыре опять зад, две просто. Да, просто без накида. Да, зад, две и все. Чтобы у тебя, чтобы у тебя вот полотно, оно как бы сдвигалось, вот ты же зад, две, оно уже на одну петлю полотно склоняется. Следующий вяжь, опять зад, две и вяжь накид. Мы уже через пять попали. А через, сколько зад, две? Ну, вот зад, две, вот четыре мы связали, берем опять зад, две. Вот еще одна петля ушла. Раз, два, три, четыре, пять. Пять, шесть вы здесь, шесть. Так, пять, пять здесь, пять. А зад, две и пять. И накид делаешь. И провязываешь петлю над накидом. То есть в кость, как к саяткам пошел. Накид, накид делаешь и... И все. И зад, две, просто накид. А просто и просто обратно? Просто нарезать. Да, просто и просто обратно. И провязываешь. Просто накид и опять провязываешь, так? Ну да. Что ж, твои ручки... Ну что, у меня... Может быть, ручки у меня... Ты много вчера нам повязала? Наверное. Я обещала в сентябре. Ну, в сентябре-то успеем че. Я тоже в конце сентября обещала. Закончить не можем. Так, вот опять четыре связали с краю. Опять за две. И вяжем. Раз, два, три, четыре. Вот это у нас третья дырочка. Вот третья дырочка мы сделаем накид за дну. И вот следующий мы провязываем вот этот вот ландыш. Дырочку. Вот мы его берем. Раз, накид, два, три уже, четыре, пять. Пять петель у меня получается на нем. Хотя, Надюш, сначала довязала. Так, ну, ты знаете, как вязать? Нет, довязала до дырочки. Вот. Вот от этого я шесть петель связала, заднюю взяли. Так, перед дырочкой ты ее склоняешь, что накид-то делай? У тебя накид, третий накид у тебя должен идти. Вот третий накид, веточка, третий накид. Третий накид за одну? Да, за одну. Вот накид за одну, потому что накид вы за дну вот здесь уже взяли сократить. Вот накид за одну, так? Теперь мы вывязываем. Откуда третий-то накид? Ну, я третий уже. Ну, ты интересный. Я тебе говорю, проговаривай каждый ряд. А ты чего? А не надо два... Нет, уже не важно. А теперь вы запомните. Так, до третьем ряду, третья дырочка, это мы провязываем эту дырочку и делаем нут. Нут делается так. Вот. Вяжем мы, вяжем вот петлю, потом мы делаем накид, вторую петлю вывязываем. Вот это из трех. Мы делаем, а я хочу из пяти, чтобы потолще. Вывязываем. И вот еще раз. У меня здесь получается пять, две, два накида и три петли. Пять петель у меня вот здесь вот. На, вот из одной петли вот нуты вывязываются вот так. Ну, ты можно вязать из девяти. Из один. Короче, как у вас вот рука позволит? Как вы сможете вязать? Какая нитка, чтобы еще надо иметь, ну, чтобы вам петлю потом надевать на спице. Смотрите, что вы вяжете. Вон ракушки, когда вяжут в носках или в кофтах. Там может из пяти, из семи, ну, шире, чтобы было. А здесь вот мы вывязываем. Вот из трех я пробовала вот здесь вот где-то. Они такие маленькие. И вот здесь на моем вот, на моей прежней, ну, один из трех. А вот из пяти вот у меня нормально. Вот смотрите. Раз. Так еще раз, Татьяна Равдина. Вот. Ой, это... Раз. Ну, пускай. Любовь Михайловна, еще раз смотрите. Раз. Вот я говорю. Раз. Накид. Раз. Накид. Раз. Три раза вывязываем. И все, и пошел вязать. Три. Пять же сказать. Можно пять? Ну, пять. Их пять. Вот я три раза вяжу и два накида. делаю. Получается пять петель и по... Пять петель. Хочешь позволять вяжу, можешь сделать сень как бы. Ну, это вот эта бубышечка, бубышечка, чтобы она объем ее потом не помыть. Внутрь или как вот это вот? Не... Чего-то никак не улавливаю. Вот так или как? Так. Ты не вовратные вяжешь. Ты не вовратные вяжешь. Она вяжет как вовратных. Вот ты это провязываешь. Так. Потом следующий петель провязываешь и не снимая. Вот сделаешь накид сюда. Опять провязываешь, не снимая. Опять накид и опять провязываешь. Вот у тебя их тут будет пять штук. Все, и дальше вяжешь. Вяжешь до конца ряда, в обратную стол мы сейчас вот пойдем. Сейчас будет Любовь Михайловна показывать. Не-не-не-не-не-не-не, подождите. Я еще... По очереди. Потому что там... Так. Вот мы дошли. Дошли мы до нута. Ты уже простую слеза? Простая. Это простая. Ты до нута дошла. Простая. Простой до нута дошли. Так. Вот где эти пять ты до него должны... Ты их не провязываешь. Я еще не дошла. Вот доходи. Вот мы дошли до нута. Вот раз. Тихо, тихо. Мы не дошли. Два. Если у кого-то есть вопросы, вы, пожалуйста, задавайте, чтобы мы по ходу движения их разбирали. Вот пять. Вот их пять. Вот их пять. Их надо взять на иголку. Пять. Их вот сюда. Пять. Пять. Тихо, вот возьми. Вот смотри. Вот я дошла или... Да, дошла. Вот теперь. Вот внутрь иголку. Да. Раз. Снимаем. Нет. А как их провязываешь? Так. Еще. Снимаем. Так. Все. Все пять снимаем. И начинайте аккуратненько. Вот так вот. Да. И вот назад туда иголку. За него. Ага. За нее. И провязываем. Провязываем. Вытягиваем петли. Вот он у нас получился нут. Или кнопочка. Или как его еще? Мы вытянем. Все. Вот. Да. Смотри. Да. Все. Мы его вывезли. Да. Кто-то вывезел, а кто-то еще поверяется. Чудо-то поверяется. Михаил. Ваши комментарии всегда так приятно ложатся. Зато лучше поймал. Ничего-ничего. Это надо приспособиться. Потому что мы тут это не вяжем. И ландыши не вяжем. Ну раз он вопрос пришел к нам, мы попытаемся его изучить. Ну никак-то. Я не могу ее вывезать. Хоть ты сдох. Я слушаю тебя, уши развесило. Тоже. Четыре. Все правильно. Следующую мы вот четвертую вяжем. Четыре провязали крайнюю. Опять за две берем. И у нас здесь получается три петли уже. Раз. Смотри. Правильно. Провязаем. Дальше что делать? Держи простыню. Три. 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 И вот накид. За одну. И опять вот он нут будет. Вот мы его опять. Раз. И через одну подряд. Два. Да. Три. И вяжем дальше. И останавливаемся. И для тупых повторяем еще раз. Так. Сейчас подожди. Я вот до конца связала. Теперь начинаем. Давай. Начала. Четыре. Вывязывай. Это лицевая у тебя. Зады били. Три штуки. Или сколько там у тебя. Вывязывай. До накида. Вот так. Ты связала. До накида. Накид впереди. Четвертую вяжи. Так. Связала. Накид за одну. Накид за одну. И вывязывай. Теперь нут. Накид. Нет. За одну. Ты все правильно накид. Накид. Ты вот. Накид. Сделал все. Накид. Еще один. И сделала вот за этот бывший накид. Взяла. Теперь вот эту вяжи вот из нее. Вот из следующей. Так ну я и попыталась. Раз. Теперь. Так так. Куда? Вот. Два. Два. Куда ты ее спустила? Три. Все. Три? Хватит. Три. Подожди. Раз, два, три. Нет. Еще. Бери. Три. Слушай. Куда резешь? Я что-то это часто. Четыре. И пять. Вот. Вот пять. Все. А теперь вяжи. У вас получилось? Ну. Три. Да. А что-то я тут не вяжу. Я притягиваю эти. Кто? Не надо накиды притягивать. Да, Тая? Не надо. Вот как ты будешь то углать? Вот иголку надо вот сюда. Поэтому у меня не получается это ее вот провязать. Поэтому, когда мы дону-то сзади вот заходим на изнаночную. Видите, почему они в паутиночках и в основном используются? Во-первых, паутиночка нитка тонкая. Во-вторых, она все-таки вяжется не так плотно, как ажурный платок. Паутиночка вяжется посвободнее. Поэтому вот эти петельки вот остаются. Вот кто там смотрит. Вот мы дошли домой. Вот он. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре и пять. Вот сюда внутрь. И раз его и вытягиваем. Все следующее. Дайте я мою. Я там притянула, ничего не могу. Ну, плотно вязалась. Да. Мы только сейчас об этом сказали, что паутинки. По поводу паутинок. Мы же сегодня покажем вам, например, плотка, смотрим еще. Все плотно. Ну вот, мы сейчас же делаем. Вот распускай. Мы готовы. Мы готовы. И только паутинки. Ну, извините, товарищи, не надо так вязать. Ну, вот. Показать. Какой? Ну, вот и раз я их не поддену. Так, вот вы все поняли, что при вывязывании нута не не надо эти притягивать. Вам никому не нужно. Из чего вы эту кнопку-то будете делать? Я-то вообще не притягивала, а она все равно не. Ну, в общем, надо свободные накиды делать. О, вернее, теперь вытягивать. Вот так вот взялся. Вот отсюда. Или вот так вовнутрь. Ой, нет. Я тут сейчас буду. Давай перевязывай. Распусти перевязывай. Свободные. Хотя ладно. Вот. Я их собрала. А теперь их что, вовнутрь? Вот ты собрала и тебе же не отсюда будешь подхватывать. Вот ее по ту сторону поворачивать. И бери. Вот ее вывязывай. А. Угу. Одно петель у вас там потерялось. Угу. Так, сейчас мы ее найдем. Раз. Четыре груди или груди? Два. Это я обсеряла. Раз, два. Три. Четыре. Ну, ее вот так вот и пья. У нас на то и занятие, Любовь Михаиловна. Учим начинающих вязальщиц. Да, я это никогда не вязала. Я никогда. И поэтому для меня хотелось бы попробовать. Ну, видишь, как получается. Угу. Вот. Представляете, какая зарядка для мозга? Многие спрашивают. Поэтому мы не могли этот вопрос обойти. я говорю насколько сможете можете 7 делать но если вы сможете подхватить вы не сможете ну ты проще объяснить как то есть мы берем еще раз отдельно покажите потому что тянуть и у нас встречается и в платках и в косынках и вот мы сейчас показали на паутинках и на этих палантинах мы сейчас медленно давайте еще раз еще раз они не угонишься потому что я вот видела из трех нуты вот давайте 3 покажем она такая маленькая получает на толстой нитке хорошо будет на очень толстая у нас нет у него очень толстых ниток вот за две я беру у меня уже две петли вот остаются накид накид и провязывайте захватывайте нитку а теперь это вот следующее вот ну а вот перед ним вот здесь опять вот мы его вяжем вывязываем петлю не снимаем ее делаем накид не снимая еще раз свободный делайте делайте накид и еще раз снимаем вот смотрите как свободно сейчас вот буду вязать она уже утянется если вы еще будете утягивать то потом в нее не влезть потому что любовь михайловна ее почерк у нее мелкая вся работа и у вас поэтому когда идет речь об этих нутов вам надо прям у себя переселить если долина разбивать свободно все таки это не совсем традиционно вот еще ничего вот это вот красиво смотрится мне кажется вот это а вот ландыш сейчас покажу я сейчас один . это конечно вот это вот раз еще раз татьяна владимир она покажет нут и мы покажем изделие раз два три четыре вот у вас есть пяти я его из пяти делаю потому что я цветочек попыталась вывезать из трех а он не смотрится вот он опять нут и оттуда забираю нормально осталось у меня тут немножко уже осталось три четыре пять четыре петли опять сзади берем здесь у меня раз и вот опять и вот он опять нут сам принцип надо понять что не надо ее снимать с иголки все и поехали дальше как бы нам а если через иголка может быть они бы тогда ну какая разница меньше вязали нутов и все нет я дома буду учиться угу я за тобой пытаюсь ну давай же вот любите я не любила вот связала красиво получился я прям полюбила полюбила но всегда так любишь то что получается не получается и я говорю а ты че думаешь кто-нибудь родился мастером что ли надо процесуровать десять раз пятнадцать раз сто раз еще раз и снимаем вот он опять нут четыре уже не остается здесь один нут здесь мы сейчас совместили показали и нут и ландыш ландыш ну вот он ландыш то нутом вот это вот то сам цветочек то вот он это нут ну люди выдумывают ну хорошо разговариваешь ты зеваешь сидишь ну это четыре какая-то воздвижность по моему уходница давно еще и по тебе раз не покажут узор откуда ты вяжешь вот она говорит вот я сижу вяжу посмотрела волну значит на окне мороз узора я уже вяжу вот сейчас я вот это вот свяжу посмотрела там дерево в луне она начинает вязать вот это давно она так говорила вот какие мастерицы есть что вот это и она вяжет художники да все заканчиваем да да сейчас я тоже посылу не в этот я никак не подделу свои накиды хотя владимир она уже поняла что накиды надо сделать свободнее как разница свободно сделала ничего помучаются потом поймут что надо свободно накиды делать ну и в основном мы говорили же что каждая деревня или район или какая-то местность выбирает вот у нас например шишми вот это прижилось у нас ракташи как-то не очень прижилось сейчас мы переходим если у кого-то есть вопросы по вязанию то самое время их задать потому что наверно сейчас будем продолжать будем посмотреть на примерах уже реализованные нуты ландыши бабушки и дальше надвинемся уже просто в рисунок цветочек правильно понимаю да не спрекай просто их связать просто их связать просто их связать ну вот смотрите вот как раз сейчас Ольга Александровна и говорит мы эти нуты научились на ландышах и вот эти нуты используют вот смотрите у нас перед нами рву и если мы сделали здесь могли делать или пшенку или горох то здесь делается нуты и посмотрите уже по-другому этот рву вот эти пять штук все по идее мы его слизали вот 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 Датя Вадима закончила ландыш сейчас одну минутку давайте ближе попробуй снять вот Катя Вадима если бы они были через окно было бы он был бы заметнее ну делайте через окно нет я просто я просто вам показываю как его вывязать я же если это что мне тут метр что ли надо вязать что ли через одну полметра полметра вот здесь вот фантазия уже каждый вязальщик а здесь сходите через одну хотите вот не из пяти тогда не шесть вам надо а больше вот за две взяли и там допустим десять двенадцать отступили и наделаете накид тогда у вас длинная веточка у меня тут что это ерундень так ерундень ой ну как бы тебе сказать ну так и скажи я сама вижу что ерундень ну ну все я дома учусь да вы вот я говорю ты вот скажи не получается ну не получается делай и получится сам принц у нас есть но у нас ничего ты первый раз получится вот десять раз делаешь это десять двадцать минут стоить свяжешь и у тебя он будет только так отлетать не надо мне не нравится все мне нравится потому что не научилась его вязать научишься вязать тебе понравилось тогда вадим весь принцип что накиды должны быть и петлики свободны мелкая здесь не принимается нет она принимается везде но когда вывязываешь надо свободно его Светлана кстати интересное замечание сделал относительно того что на перчатках они хорошо смотрятся и действительно на перчатках вот на таких вещах утилитарных они выглядят достаточно интересно кстати можете на статье у нас даже посмотрите да люди за минуты даже вот мы взяли косыночку посмотрите вот у нас косынка связана да вот у нее вот она сделала вот эти вот косарядки она и взяла и сделала нутри и она их уже на это самое то же уже новенькая получилась косыночка такой как ни у кого нет и уже она уже выделила разобраться ну весь вот весь узор то есть те принципы которые мы раз показывали мы показывали косарядки тут показывали вот этих помните мы говорили что можно ягодку можно мыши на след а здесь взяли решили делать нутри да ну ты можешь кстати можете посмотреть фотографии студийные тоже на сайте это изделие то 101 косыночка к сожалению не помню как название но артикул такой вот у нас из множества из множества наших изделий вот у нас нутри вот это косынка и еще платок у нас эмар 80 сейчас тоже покажется вот косыночка у нас был вопрос про косыночки но мы его оставим на следующее на последнее занятие где мы будем вопросы там такой вопрос задали как можно вот рассчитать квадрат мы можем паутинку рассчитать а как рассчитать косынку имеется ввиду ввязанную такой мелко как паутинка ну вопросы мы сейчас все аккумулируем я не раз не видел косынки ну захотелось пусть выдумывает не поняла я ваши из паутинки вот из такой тонкой прядки хочет косынку есть но у меня толще прядки вот так едет у меня косынка связана есть с шоком но я вам хочу сказать но у тебя же не такая тонкая все-таки не такая тонкая пух очень пушистый помнишь мне прям хоть это снова стриги и снова приди ну вот сейчас мы рассмотрели с вами несколько образцов палантина посмотрели косыночку а вот это у нас связана журная шаль журный платок где да здесь вот у нас наверное вот так лучше вот вот здесь видите как вот она да снежинки и вот видите она нуты эти поставила на стыке вот угла вот здесь не знаю там ничего как раз нет достаточно достаточно гармонично она просто необычно выглядит на фоне всего на мой взгляд вот даже не можно вообще все вывязать везде их везде можно воткнуть но это петли которые на которых нитка дополнительная там за 2 вот ее в ряд вот она вывязывала вот эти цветочки в ряд вот их каждую в эту вяжешь здесь прям каждая петля да кстати платки они больше подходят потому что у платка нет цели пройти через кольцо ну нет такого основания и в общем то вы знаете при носке вот эти нуты тоже не всегда шикарно смотрятся они бывают если толще да они же тут получаются на одной петельке до 7 ниточек и они в свое время начинают кушиться и получаются такие вот клочкообразные это конечно нового вот красиво кому то нравится но я в общем придерживаюсь что платки должны все таки традиционного рисунка традиционного нашего рисунка не цветы вот эти не ландыш у нас зима шаль мороз вот и давай фантазируем без ландышей да без ландышей без весны без лета да мне это нравится да конечно мастерство свое показывает что я умею вот цветок могу то могу все вывезти могу котика вывезти могу тигра но это ни к чему вот и все правильно все правильно консерватизм наше все ну это не проточный просто да 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 уже творчество просто мы сегодня говорим об оренбургских говорим об узорах но у нас еще иногда вязальщицы допускают вот смотрите у нас плату везде геометрия но захотелось ей пустить цветочки ну зима пурга холодно снежинки мы возьмем как вот нет вот тут все более чем в традиции и цветочки связаны традиционным узорами и тут на самом деле фантазии вязальщицы вот да я и говорю это очень красиво смотрится красивый платок все но вот на мой взгляд пустая середка не должна быть в этом узоре что-то надо в середку пустая больно маленькая середка пустая либо она должна была вся вот кроме этой кроме обвязывания ну не ну рамочки тоже красивые но маленькая середочка пустая либо ее надо было или хотя бы какую-то большую снежинку туда или большой цветок туда всунуть но это дело это как раз дело вкуса да когда свернешь ее вот носить даже понимаешь когда свернешь она вот маленькая вот тут вот получается маленькая вот это вот пустая вот маленькая но она тоже привлекает внимание мы сейчас вот это маленький цветочек который мы то есть мы рассматривали какие только с вами ромбы рассматривали снежинки рассматривать давайте рассмотрим еще вот этот элемент цветочек схему для него мы поставили так нутами его не надо нет его можно делать нутами но мы сегодня мы сегодня пшенку и вязать и вязать и вязать и вязать он вообще большой может быть мы начнем просто его покажем основной принцип до конца мы а мы его покажем и начнем и пускай вяжем потому что весь вывязать это будет слишком долго немножко нудное занятие получит ну я его вот вывязывала вот здесь вот вот этими вот нутами вот Ирина Николаевна просила вот вывязан нутами вот этот вот вот он видно мы кстати говоря вот нутами вывязываем обратили внимание мы же вот внутрь-то берем у нас рисунок нут получается на изнаночной стороне на этой стороне у нас вот такой получается на лицевой а сами нуты вот эти кнопочки они получаются на изнаночной стороне вот это если хочешь на лицевой то значит чего мы должны перепутать лицевую с изнаночной да потому что в сладке оно здесь ну если вот где то есть это изнаночная сторона вот где нуты это изнаночная сторона интересно интересно замечательная кстати важная а может быть а они делали перевернули может и я не sage если хочешь переш간 их перевернуть с другой стороны а уженейَّ canando не знаю Вот с изнаночной они как раз и есть. Но это Татьяна надевала на лицо. Если лицо, значит она начинала, и все-таки тогда на изнаночной начинала, на лице уже гнала яйца. Поняли? Мы приспособились. Мы технологию изучили, посмотрели, вернее, показали. Просто я говорю, что вот эта кнопка, она будет на изнаночной стороне. Поэтому, когда будете вязать ее, обратите внимание, или начинайте на изнаночной, на предыдущей, и уже на лицевой, или вот кнопочку. Либо, я не знаю, либо у вас просто, если рисунок позволяет, то и не понимает, что это там, что изнаночная. Да, она красивая так и так. И она не страшная. На паутинках, собственно говоря, можно не разберешь, на лицевой, а на изнаночной. Так, начинаем схему. Вот показан такой. Вот на сколько он у меня тут вот был начат, петель-то. Я-то вот буду вязать. Так. 22, нет, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 20, 27 петель у меня здесь было. Это даже... 26 петель можете. Вот это у меня 26 петель. Ну, 26 пойдет. Так. Ну, где же моя тягу? А, вот она где. Ну, ладно. Так. Так, начинаем мы. Значит, мы по схеме начинаем. Вот, глядите. Три у меня крайних. Три крайних. И потом, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 петель я провязываю и делаю накид за 2. Чтобы по макушечку цветочек отправить. Вот, 3 и плюс 8. Раз, два, три. Ой, господи, 8. У меня тут... У меня и на 40, если вот, и на 26. По цветочкам, они, на самом деле, разные сочетания бывают. Не только тот, который мы сейчас вяжем. Да, мы вот сейчас даже... Хотя Владимир, он другой цветочек. Здесь с помощью сот там вывезут цветочки. То есть, ну, как раз вариативность, она бесконечная. Ну, это так же, как мы рассматривали снижение. Так же, как и Рома. То есть, они могут быть эти цветочки разной формы. Разное количество лепесточков. И по-разному вывезут. Начало 11. Ну, если 3, если у тебя, да, крайние 3, 5, 3, то плюс 8. 11 будет. Ну, просто 8. 8, вот, 2, 4, 6, 8. 8 петель. Мы отступаем до начала рисунка. По снежинке нам приходят новые образцы, в том числе шестигранные. Новые рисунки. Это очень радует. Очень радует. Люди увлеклись. Один связали. Вот мы. Один связали. Накид за две делаем. Накид за две. И 4 петли вот вяжем. То есть, между накидом 5 петель. Раз, два, три, четыре. Опять сзади. Накид сзади уберем, да? Это вот мы начало цветочков. Она односторонняя вязка, поэтому изнаночную простыми гоним. Когда мы в итоге конкурса будем подводить, там будет прям, что показать, действительно. Ну, да. Багета коллекции же набирается. Очень приятно. Пока мы не будем на всех секретах оглашать, там близко схему показывать, чтобы соблюсти. Ну, конечно, потом уже, чтобы люди видели, что вот во что первые. А то как же духа соревнований не будет. Правильно, ты сам возьми. Так, теперь мы вывязываем, это у нас было 10, мы 11, а теперь 10 вывязываем, да? 10 вывязываем. Так, 4 и 4, 8, 9, а 10 мы берем за две. За две, за две, накид. Мы разводим в эту сторону, вот он мы его разводим. За две, накид, и накид за две. Одну провязываем, за две, накид, накид, за две. Вот второй ряд вывязываем. Второй лепесточек? Нет, второй ряд обоих лепесточков. Сколько сказала, открою девичку связать? Нет, девять, десятую, за две берешь, за две. Девять связываешь, десятую, за две, накид. Зад две, накид, 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 за две. Еще еще. И потом пять как простых. Ну, между этими, одну вязь, за две, накид, тоже за две. Ну, ты, это... Понятно, так и скажи. Так, раз, два, три. Вы же третий, да? Угу, сейчас я третий. Здесь, наверное, вопрос будет у всех, сколько набирать петель, чтобы вот это... То есть, надо зависимости от цветочка, да? Цветок из двадцати, по-моему, одной петли. Не знаю я, из скольки этой. Два, четыре, шесть, восемь, десять, одиннадцать. До середины одиннадцати и одиннадцать. Двадцать два, двадцать три петли здесь. Самой. И три по краям, да? Ну, три здесь и три здесь, да. Двадцать семь. Двадцать девять, так, да? Двадцать семь. Если двадцать три цветов. Это в моем было, сколько там? Так, два, четыре, шесть, восемь, десять, одиннадцать, двадцать два, двадцать три. А у нас сколько петель тут набрали, не помнишь? У меня было двадцать шесть, я еще прибавила три. У вас, вы тоже прибавили? Да, я, наверное, не знаю. Сейчас посмотрю. Здесь надо просто объяснить, что начинаем с первого ряда один. И вот у нас на каждый ряд потом... Да, два разница. Вот сейчас мы разведем. Вот три, четыре, четыре, четыре. Так же, как мы делали косарядки. За две, накид. Вот, за две, накид. Это мы лепесток вот этот вот. Здесь накид, за три. Накид, за три, накид. Так. Накид. Раз, два, три. Накид, за две. Все, мы два лепестка развели. Теперь нам это вверх надо будет, Настя. Ну, вот, что хочу сказать про этот цветок. Вот эта вязальщица, что вот здесь, она сделала все горизонтальные и вертикальные через одну. Это правильно, конечно. Это вот здесь. Да, вот они горизонтальные и вертикальные. Ну, тут и видно, у вас леточка пропущена. А боковые, что горизонтальные делают через одну, потому что их каждую не свяжешь. А вертикальные можно сплошняком вот эту вот, как бы, косарядочку, столбик какой-то, да, дорожку вязать. Ну, каждый по-своему. Каждый по-своему с у нас. У нас тоже красивый цветок получится. Так, теперь вот у нас четвертая. Четвертая у нас прямо пошли. Четвертая, четвертая у нас прямо. Только серединка вот здесь будет. Через один как раз. Значит, мы это вяжем сейчас... Четвертую мы ряжем. Ну, изнаночную ты простую, а этот мы не простой. Вот здесь у нас одна петля есть. Вот, сходятся два лепестка в одну петлю. Вот, мы на серединке делаем. Да. А остальное все вяжем так. Четвертые эти красиво смотрятся и в ажурах, в платках, и в паутинках. И, интересно, они просто с тшонкой, просто даже с внутренней. Ну, это новый элемент такой. Это как. Ну, вполне традиционный. То есть, он укладывается абсолютно в рамки традиции. Это просто как раз развитие промыслов. Ну да, здесь косарядки, горох, пшено. Вот это все наши. Валя Соболева. Ты же знаешь. Да, у нее очень красивые. У нее косынки. Косынки. С такими цветочками. Сфотографировано было, все исчезло. Красиво. У нее с этими цветочками. Ох, уж эти высокие технологии. Да не говорите. Раньше бы, раз бы, сфотографировал. И вот, пожалуйста, тебе на. Так. Теперь вот, на экране вяжу горошечек. Вот этот. Пшелком. Накид. Вот. Надо вот этой вот. Ну, я вот, предпочитаю его вязать за две накида. Он как будто вот в серединку будет. Ну, и значит, и мы вязем за две, а потом накид. За две накида. Вот я его как-то вот так. Я потому что цветочки вывязывала, мне кажется, за две накида как-то интереснее. И вот здесь я вот в середине тоже за две накида. Лучше вот так погоним ее. А здесь вот. И здесь мы ее за две накида. Вот за две накида я их делаю. Дорожки. Будем вязать по-двоему. Все, что ли. Делить в середине. Как хотите. Просто я вот сколько их вязала, и когда сзади накид, они накид сзади. Они как-то вот по-другому немножко смотрят. Как-то они не компактные цветы. Все время будет. Все, что вам подскажите по поводу схемы. Как ее лучше посмотреть, так видно, нет? Схема, на самом деле, достаточно простая. Здесь надо обратить внимание, что клеточки это на самом деле петля. А здесь надо, здесь клеточка это рубец. Связь туда-сюда. Вот и пустая, я имею в виду. А вот это вот петли на эти, которые идут. Ужуровно, они не так. Все ли, на схеме все понятно? Так. Видишь, я как вязала раньше, так и вяжу. Вот эту, среднюю, каждую. А здесь не через одну. Ладно. Здесь одна. Да, здесь одна одна. Угу. Одну. Два. Здесь ошибок нет. Здесь надо внимательно обращать внимание. Что вот по горизонтали пропускаем, видите, по вертикали вот эти. Поэтому, кто будет вязать, голубь не морочите, а вяжите в каждом ряду вертикальнее. И она, и этот цветок будет ничуть не хуже. Ну вот, ценный совет от Татьяны Владимировны. Да потому, что в музейных даже вот я вязала. Там в каждом вертикальном, каждое вяжется. И очень хорошо уж смотрится этот цветок. Все секреты расскажешь Татьяна Владимировна. Да я же его не показываю, этот цветок. А там же почему он красивый. Так что нам надо было в каждом ряду или так? Да мы же по схеме уже. Там не в каждом, хотя бы. Вот видите, здесь пропустила она. А здесь есть. Раз, два, три, четыре, пять. Я небольшое еще объявление сделала пока. У нас идет урок. У нас 1 октября будет день открытых дверей. Поэтому, если кому-то будет интересно посмотреть производство, если кто-то захочет прийти в гости, пожалуйста, приходите. Будем обжидать. У нас будет ряд мероприятий, связанных с Оренбургским пуховым платком. Вязальщицы, мастерицы наши будут. Мастер-класс будем показывать. Да. Ну, это первое наше такое масштабное. Поэтому будем по максимуму приглашать вязальщицы, наших, девчиц. Показывать. Лишь бы с погодой все получилось хорошо. Дождя, а когда? Первое. Мы не можем. У нас здесь пожилых людей. А как же мы? А у вас какие-то мероприятия новые в характере вообще? Так можно совместить? День пионеров. Ну да. Мы уже три праздника придумали на первое число. Нет, на день пожилого это на самом деле. Так, раз, два, три. Вот так и раз, два, три. Так, раз, два, три. Блин, раз, два, три. Так, это я уже до конту, до чихала-то. Раз, два, раз, два. Вот, я, значит, дошла вот до вот этой вот горизонтальную развожу. То есть это раз, два, три, четыре, пять, шесть, седьмой ряд. Седьмой ряд. Вот, значит, три у нас крайние и три, и две, пять с петель вяжем и накид за две берем. Четыре, пять, накид за две, накид за две. И накид за две. А в советское время День пожилого человека тоже был первый октябрь? Ну, я люблю, я накид за две, за две накид. Не было праздника. Это, получается, в России вместо Дня пионерия День пожилого человека на первое число поставили? Я не помню, что День пожилого человека был. Не было конечных. Не было конечных. По поводу видеоэкскурсии, ну, по возможности мы это сделаем, наверное, какое-то видео выложим. Просто, ну, честно, у нас операторов, как таковых, не так много. Вот, мы все будем заняты, и прямую эфирму вряд ли сможем сделать, провести, но обязательно об этом расскажем, об этом событии. К нам, кстати, Светлана Логина присоединила. Светлана очень интересное замечание, такую исследовательскую работу небольшую провела, мы на ней чуть позже остановимся. Ну, не сегодня, к сожалению, потому что просто не успеем. Но на последующих уроках будет у нас расследование, проведенное Светланой, мы к нему подключимся. Ну, принцип понятен, я так думаю. Да, по схеме. Да, по схеме. Здесь надо понять, что да, по схеме не надо терять вот эти вот пустые, вернее, просто провязываю петли по горизонтали, по вертикали, и цветочек получится. Я думаю, если мы такие вывязываем сложные, то уже этот цветочек, мне кажется, не настолько... Раз, два. Нет, по схеме, ну, конечно, не сложно вязать. И схема, конечно. Если первый раз... Накид, за дверь, за дверь, за дверь, за дверь, за дверь. А что проговариваете? Кто какой они отряжет? За дверь. Да, я седьмой вяжу. Вот три раза накид, за дверь вот мы делаем. Потом у нас девять петель. От накида до накида. Два. И здесь у вас... Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Четыре, пять. Вот, девять. Так, я делаю за две накида, за две накида, за две накида. Три. Вот, и у меня на конце остаются три петли. Угу. Такая она. И у нас вот такая вот фигня получается. Так, мы еще... Ой, не нравится мне такая сетечка. По-моему, мой даже симпатичный получился. Надо же было три дырки, а я одну сетечку. Ну, я же говорю, вот вертикально вы это, глядите. Ну, нет, то как она вот вязала, вязаешься, она все время так, она уже на автомате. А, если начинаешь, ну, все, не начинается. Ну, у нас тут еще строительство небольшое идет. Мы постараемся потом показать, как мы тут немножко все культурили. Вот сейчас небольшая строительная работа. Вот эти три песта мы должны разводить, то и в другую сторону эти песты. Сейчас мы их будем разводить. Так, у нас четыре крайних петли, да? Четыре крайних и одну. Четыре крайних и заднюю берем. Вот она сейчас сделает, вот этот ряд. Два, три, четыре. Вот четыре. У меня мало петель не хватает. У вас и там было пять, вы четыре. Так, вот за три. Ну, вот перед этой за три мы берем за две накид. А, ну, вот она четвертая. За две накид. И все. И мы вот разводим в сторону мы разводим. Вот эту, потом между ней пять петель. Три, так, три, четыре, пять. Пять. Пять петель. А, ну, вот пять петель ничего. У нас средний идет через одно опять. В общем, мы девять петель вяжем. Так, три, пять, шесть, семь, восемь, девятый. Девятую за две накид. Я беру за две накид. Вы серединку не пропустили? Так, раз, два, три. Вот это вот, ну, что я тут, а, и срединку, да? Угу. Угу. Я не досчитала, что так. Так, 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 так. Девять, ну, да, срединку мне еще надо было. Так, за две накид. Так, раз, два. Пакетик, пакетик. 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 У нас в гости? Угу. Пять. Ну, пакетик. Возьмите там барышеко-емки. Пять. А здесь. Мы сегодня разбираем цветочек. Немножко не, так сказать, не классический, но он у нас здесь. Его используют не так часто, но он есть. Можете присоединиться, повязать с нами. Она как раз сейчас каемки будет. Раз, два, три. Сюда накид. Раз, два, три. И третье тоже накид. А у меня тут петелок не хватает. Ну, Вась, вот здесь все. Я сейчас здесь разбавлю нахально. Как у нас все делают. Не за одну возьму, а просто нахалину за одну возьму. И следующую еще возьму за одну и все. Мы схему сделали упрощенную цветочкой. Сейчас вывязываем до середины, чтобы время много не затрачивать нам. И сегодня мы говорили о мутах, то есть мы вывязывали ландыши. Учились, да, учились ландыши. Потому что наши вязальщицы ландыш не так часто используют. Вообще, в принципе, вот здесь что присутствует, не используют. Но интересно было, задали нам вопрос, и мы его вот здесь вместе изучили. И вот показали, где она может быть. Так что, пожалуйста. Разбиваю, сейчас мы цветочки до конца. А, вот такой вот цветочек. Да, мы сейчас такой простой. Схемы здесь мы тоже говорим, что схему мы сделали, можно еще проще. Тут вот мы пропускали петли, а можно прям сплошняком идти. Или пшенку, или там горох, или соты. Просто надо понять принцип, где уходит у нас влево, где уходит вправо. И вот эту серединку не потерять. Какой-то счет урок. Девятнадцатый. Девятнадцатый? Да. На наш конкурс тоже объявленный конкурс. Снежинки приходят. Мы очень рады, что нас смотрят, интересуются. Конкурс снежинок? Да. Узор снежинка? Да. Снежинка, узор. И какие варианты, пожалуйста, присылайте. И мы объявили конкурс. Участия приняли очень много. Потом в конце занятий у нас будут призы. Фотографию присылали, да? Угу. Так. Я, значит, вывезла уже до середины вот этой вот. Да. Теперь мне надо назад. Вот сейчас я уже буду… Вот в эту сторону, то есть… Да. Вот здесь вот довязываем до центральной… Вот три вывязаны вот эти вот. Вот у меня три вывязаны. Теперь я поворачиваю его. Раз. И вяжу до серединки где-то. Середнюю уже здесь вот у нас… Кстати, Владимир, мы здесь останавливаемся. Ну, сейчас остановимся. Нет, вы доходите до середины, а потом рубец уже… Ну, здесь вот я вот иду. Вот это вот. Вот на ней, смотрите. Раз. Потом два, четыре, шесть, семь петель. Потом… Вот… Касает идет вот лепесток. За две, накид, за две, накид, за две, накид, за две. Здесь три накида за две. Сходятся лепестки. Вопросы есть там по… Пока нет. Пока не задают вопросы. Наверное, все понятно. Ну, так как они вот тут сходятся, делайте… Вот здесь делайте накид за три, накид за две, накид. Вот так делайте. Когда в серединке везде будет вот здесь толстенько между ними, они будут разделены, дорожки, не будут соединены. Но здесь все равно при этой середке, серединке, при такой… Все равно сейчас мы на следующем… Хотелось бы, чтобы дома попробовали из простых ниток. Чтобы нам было интересно, усвоили, не усвоили саму эту схему, и получился ли цветок. Так, мне осталось две иголки до середины. Вот, середину я сейчас довяжу, а потом спускать, спускать как хотят. Так, ну вот этот… Теперь я вот… Вот этот ряд вижу вот… у лепестка третий, вот так сказать. Да? Угу. Перед серединкой. Серединкой. Мы делаем… Накид за… Заду я делаю. И вяжем… В общем, вяжем до того, как сходиться будет вот эта вот… Касаем. Где-то семь пяти у нас. Семь пяти. Вот. Вот. Здесь она сходится. И вторая сходится. И смотрите, у вас получается накид и накид. Накид и накид. Делайте накид за три накида. Вот. Накид и накид. Делайте накид за три накида. И потом вот до края доходьте. Вот она третья пошла. Все уже. И мы сейчас за ней следом у нас будет серединка. В серединке получается по три петли. Ну, это да. Александр, как у вас? Нормально. Получается? Угу. Ну, почему же оно не получится? Угу. Вы как давно себя в ученице не чувствовали? Ольга Александровна очень сложные рисунки вывязывала, просто это для нее новое. Вот четвертую мы делаем. Накид за две, накид за две, накид за две, накид за две, за две. И вот смотрите, здесь вот четвертую мы делаем накид за две, накид за две, ну да, здесь нормально по этому рисунку. Накид за две, и вот одну провязываем среднюю, делаем за две, накид, за две, накид, за две, накид, за две, накид. Все, у нас все встало на свои места. Сейчас я ее провяжу, вы видите, половина цветка готова. Давайте увеличим. Сейчас я ее изнаночную еще. Мы вроде старались медленно, и Катяна Владимировна сегодня проговаривала. Ну вот у нас схемка лежит. Лизали, и раз, считается, он Любовь Михайловна как аж пальчиком вводит, считает. Потому что сливается у меня в глазах, у меня нет, поэтому у меня пальчиком вводит. Почти, наверное. Так, вот оно. Угу. Вот смотрите, вот лепесток, вот он лепесток. Уже пошел сюда. Вот четыре лепестка. Смотрите, наверх так, вот будет цветочком. Угу. 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 Вот такой цветочек. Вы немножко другой. Да, он по-другому. Ну, немножко другой, да. У вас здесь... Вот смотрите, когда в каждом ряду, вот в каждом ряду, оно интереснее получается. Я тоже думаю, в каждом ряду. Когда в каждом ряду, вот. Здесь, да, горизонтально ничего не сделаешь, идет через одну. А вертикальные косы, когда в каждом ряду, они интереснее получаются. Ну, это я ее вот сделала схему, провязала. Немножко я неправильно сделала. Ну, неправильно, не продумала. По-другому. Не продумала вот здесь вот. Здесь, ну, не продумала немножко. Надо было... Я сделала, как обычно, брала накид за три накид. А мне надо было накид за три накид за три. Маленькие накидики сделать. Тогда, ну, вот. А у меня здесь только жарноватенько. Ну, сейчас я... Ну, все. Мы то, что сегодня планировали цветок и нуты, и посмотрели, в каких изделиях оно принимается, мы на это ответили. Все. Мы это выполнили, показали. У кого будут вопросы, мы постараемся ответить. Если сейчас у кого-то вопросы есть, пожалуйста, задавайте. Наверное, сегодня мы будем закругляться. Ну да, сегодня у нас такое было занятие, где практически мы работали только по схему. Все вопросы мы собираем. Пожалуйста, присылайте. Присылайте, наверное, в личных сообщениях в нашу группу. Мы их аккумулируем, и на последних занятиях, как и обещали, мы будем все разбирать. Еще раз, да. В зависимости от объема вопросов мы посвятим этому, может быть, даже несколько уроков. Ну, думаю, что уложимся в один, максимум в два. Но, тем не менее, если будет большое количество вопросов, мы постараемся ответить на все. Поэтому задавайте, присылайте. Пока новых вопросов не было. Они у нас где-то в течение занятий где-то проскальзаны. Ну, мы можем выделить отдельно. Да, но мы в любом случае повторим то, что проходили. Потому что раз люди спрашивают, значит, это актуально. Да. Всем спасибо за внимание. Вот тут еще один вопрос сейчас появился. Цветные нуты. Ну, цветные нуты, на самом деле, это не оренбургский вообще элемент. Это, в основном, они встречаются в узбекских платках. И поэтому, если вы увидели цветные нуты, поздравляем, вы видите перед собой платок из Забекистана. А он ничего общего с оренбургским платком не имеет. И вообще, в основном цветные изделия, это изделия, которые к Оренбургу вообще никакого отношения не имеют. Понимаете, что вы сейчас видели, как вывязывается нут? С этой же нитки вывязывается нут. Чтобы он был, допустим, на белой плутинке цветной нут, значит, надо, когда его вывязываешь, или в это время, или шелк, допустим, голубенький или розовый добавить, да? И вывязывать. Вдвойне с этой вот, с основной нут. Можно это и делать. Но в основном, у меня окрашивать надо. Да. Вот уже готовый так раз и замазал чем-нибудь, и замазал чем-нибудь. Да нет, но в целом у вас даже культура окрашивания платка нету. Какие цветные? Нет, у нас только два цвета. У нас свет есть серый, из разных оттенков. Серый, темный, серый, светлый. Если ты нитки вяжешь, никак другое, ничего не понравится. И белый. Белый немножечко бывает кремоватый, бывает прям белоснежная коза такая. А серые оттенки бывают от почти черного до коричневого. Ну, как люди. Да. А цветные у нас не могут быть козы. Красить мы это не пытались и не... И как бы за все время трехвековое существование промысла культура окрашивания в цветные цвета именно. Такой желтый, красный, зеленый. Его, ну, нету, не было такого. Такой задачи и смысл хватало этого. Единственное, что хлопчатобумажные не выдували, докрашивали в цвет пуха. Но это совсем более ровнение. Да, ровнение. Через пух всегда два цвета. Грубо сказать, серый и белый. Серый различных оттенков и белый. Бывает серый даже такой синеватый. Глубизной, светленький. Но все равно все репильного, да? Мы просто не успеем. Не скажем как. Не устаем это повторять. Почему? Потому что узбекские платки это прям зло для оренбургского промысла. Это то, что его уничтожает. Но это не зло. Ну, нет, для оренбургского промысла, это зло. А, это для оренбургского? Да, для оренбургского. И даже не сам, не сам узбекский платок. Да, а то, что наши предприимчивые дельцы, они узбекский платок выдают за оренбургский. Сами узбеки, они свой платок любят ценят, они никогда в оренбургском не назовут. Конечно. Как бы так, как реализовать проще оренбургский, то и, в общем-то, идет подмена понятий. Потому что они тоже, они по-своему, очень искусные, молодцы, они вяжут. Но он просто узбекский, не надо назвать оренбургский. Немножко другое. Ну, что, Ирина Михайловна, завершаем? Да, да, всего доброго, до свидания. Будем рады с дальнейшей встречей. Ирина Михайловна, спасибо. Натяна Владимировна, Любовь Михайловна, Ольга Асановна, спасибо вам опять за урок. Вы, как обычно, большие молодцы. Любовь Михайловна, комментарий огонь. Все, всем спасибо. До свидания, до новых встреч. Ждем вас на следующей неделе.